На 67-м километре Серовского тракта, в зоне ответственности гаишников Невьянска, около 7 часов пополудни, то есть еще очень сильно засветло, на сухом, прямом, ровном участке трассы, черный Volkswagen Polo неожиданно соскочил с асфальта, улетел в придорожную болотину и убил своего пилота. Декорация такая. VW катился из Екатеринбурга, конкретно из Демидовского аэропорта Кольцова, в ядерный зато Новоуральск, сокрытый за колючим забором. На борту Polo находились два жителя Новоуральска. 44-летний пилот и 52-летняя пассажирка на заднем диванчике справа, которая не была обременена. Что они делали в Кольцово в пресс-релизе областной госавтоинспекции не сказано, но можно предположить, что, допустим, они оба вернулись из отпуска и ехали домой. Или одна женщина вернулась с отдыха, а знакомый ее встретил в порту на своем болиде. В общем, ехали в свой родной Новоуральск. Но километрах в 15 от него случилось страшное. В районе 19 часов на 67-м километре автодороги Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов житель города Новоуральска, управляя личным автомобилем, не справился с управлением и допустил съезд в правый кувер. В результате ДТП он получил травмы несовместимые с жизнью и скончался до приезда скорой помощи. В машине у него находилась пассажирка, которая доставлена в ЦРБ города Невьянская для оказания помощи. В Невьянской клинике пассажирки Пола врачи надиагностировали перелом руки и синяки на лице. А все потому, что ехала на расслабончике, без ремня. Это ей еще повезло, что она сидела сзади, была бы на месте смертника, могла бы убиться как пилот. И никакого ковида. Кстати, гаишники выписали выжившей пассажирке административку по 12.29 КОАП за несоблюдение ПДД пассажирам ТС. Убедительная просьба для водителей и пассажиров транспортных средств. Соблюдайте скоростной режим и пристегивайтесь ремнями безопасности.